Плюс 4. В Ненецком округе зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Все они получают амбулаторное лечение на Харьяге. По данным окружного профильного ведомства, на утро понедельника 15 июня в общей сложности на лечении находятся 19 пациентов. 9 из них находятся в стационарах Ненецкой окружной больницы. Всего с начала пандемии в округе лабораторно подтверждено 89 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 68 пациентов. О жизни в условиях пандемии расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Уже около трёх месяцев вся Россия ведёт борьбу с коронавирусной инфекцией. Поликлиники пришли на работу с неотложными пациентами. Остальные обслуживаются на дому. Если человек вызывает с острым респираторным заболеванием, фактически врачи всех таких пациентов обслуживают на дому, чтобы они не приходили и не разносили инфекцию. Но есть случаи, когда такие люди всё равно приходят в поликлинику. У нас для этого на входе проводится обязательно термометрия всех пациентов входящих. И в случае необходимости они управляются в кабинет также неотложной помощи, где им оказывается медицинская помощь. Ждутся определённые рекомендации. И человек точно так же уходит домой и продолжает лечение. Сейчас для того, чтобы получить рецепт на лекарства, нет необходимости посещать медицинские учреждения и аптеки. Для удобства горожан доставку осуществляют волонтёры. Рецепт у нас выписывают участковые терапевты. На сегодняшний день рецепты выписываются с сроком до шести месяцев. Всё это передаётся заведующей терапевтического отделения, которое непосредственно уже связывается с волонтёрами, с руководителем движения волонтёров. Они приходят, забирают рецепты, получают лекарства в аптеках и разносят по гражданам, по квартирам. Жители старше 65 лет, находящиеся в группе риска, уже долгое время соблюдают все меры предосторожности и показания Роспотребнадзора. Должное внимание им оказывает и Всероссийское общество инвалидов. Более двух месяцев мы находимся, можно сказать, в изоляции. Идёт у нас пандемия. Старшее поколение к этому отнеслось с пониманием. Они всё это понимают, конечно, и у них есть тревога, что они всё-таки находятся в зоне риска. И все те предписания, которые для них, они все выполняют. Мы с ними постоянно в контакте. Вот 70 лет и старше мы постоянно с этими людьми, с членами нашей организации в тесном контакте. Члены нашего правления обзванивают их постоянно, спрашивают, какие у них есть вопросы, проблемы. И всё это решаемо. По словам председателя Нинецкой окружной организации Всероссийское общество инвалидов Надежды Ковалевской, единственное, чего так не хватает старшему поколению – внимания и общения. Просто людям на сегодняшний день, конечно, не хватает внимания. Они хотят уже общаться, приходить сюда, проводить мероприятия. Для них важно, чтобы открылись, наконец-то, спортивные залы, бассейны. Приходят постоянно, звонят, спрашивают, когда же всё это будет. Множество вопросов поступали и у полномоченному по правам человека в Нинецком округе. За три месяца пандемии омбудсменам Ларисой Свиридовой было получено более 200 обращений. Граждан волновала правовая сторона введённых ограничительных мер. Обращались и работники нефтяных месторождений. Фактически к нам обращались сразу и из Башкирии, и из Перми, и из Коми республики. Наши работники, как я уже сказала, и Москва. То есть все люди, которые приехали к нам на вахту, они оказались в условиях самоизоляции именно на нефтяных месторождениях в течение около трёх месяцев. И когда появился первый больной на месторождении, мы, конечно, отрабатывались с нефтяными компаниями в полном взаимодействии, потому что люди звонили, высказывали свои претензии. И очень сложно было им понять о том, что мир настолько изменился, что на сегодняшний момент вот та проблема, которую они измеряют представлением, скажем, тем, когда они до ковидной ситуации попали на своё месторождение, и тем, что сейчас, то есть им было очень сложно понять, что происходит на самом деле. Если вы стали заложником ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и нуждаетесь в помощи уполномоченного по правам человека, необходимо обратиться по ссылке, которую вы видите на своём экране, или по номеру телефона 449-89. Наталья Дуркина, Алина Ваучейская, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.